Детский отдых под контролем. В оздоровительных лагерях региона продолжается волна проверок. В учреждениях уже началась первая летняя смена и представители надзорных органов решили убедиться в том, что безопасность юных отдыхающих ничего не угрожает. Здравствуйте, это программа «Законные интересы», я ее ведущая Жанна Марченко. На этот раз прокуроры Ленинского района совместно со специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками МЧС проверили два известных в нашем городе лагеря. Это «Звездочка» и «Мечта». В каждом из них этим летом отдохнут более сотни детей. Как правило, чаще всего нарушения касаются организации питания, поэтому в пищеблог специалисты заглянули прежде всего. Все подробности в нашем материале. Пищи вкусные? Очень. Пробовали сами? Конечно, я ем ежедневно. Очень хорошо. Директор детского оздоровительно-образовательного центра «Мечта» много времени проводит на кухне. Во-первых, оценить еду можно только лично ее попробовав. Во-вторых, много других хлопот, связанных с организацией питания. К примеру, вместе с другими сотрудниками раз в три дня перебирает всю посуду, чтобы вовремя обнаружить и утилизировать сколотые тарелки и бокалы. Раз в два-три дня обязательно проводится ревизия все имеющихся тарелок для того, чтобы исключить сколы и исключить попадание бактерий на поверхность тарелок. Поэтому обязательно проводим ревизию и все, что откол, то скол, то убираем. Перебираем пальчиками каждую тарелочку, чтобы исключить вот все такие повреждения. Это является обязательным условием. Проконтролировать работу пищеблока и всего лагеря в целом приехала целая делегация из представителей надзорных органов. Сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС. Специалисты уже были здесь до открытия первой летней смены. Изучили документацию, исправность оборудования, взяли пробы воды и смывы с поверхностей. Сейчас в центре внимания качество продуктов и процесс приготовления блюд. Мы в пять утра встаем, ставим бульон, компот рано утром, потому что чуть-чуть, чтобы подостыло, и детям не горячее давать. С утра-то у нас приготовление на завтрак, а после завтрака вот у нас уже идет приготовление на обед. Блюд плов очень любят дети. Сегодня вот каша дружба была, они прям на ура у нас с добавкой. И любят картошку тушеную по-домашнему. Очень любят, да. Обязательно помидоры и огурцы у нас обязательно на обед и на ужин. Основная задача – это не допустить нарушения. Поэтому с директором организации налажен постоянно контроль, обмен информацией. И регулярно мы встречаемся, обсуждаем возникающие вопросы. Пищеблоку во время проверок всегда уделяется особое внимание. По статистике именно некачественное питание – одно из самых частых нарушений при организации детского отдыха. И зависит оно не только от качества самих продуктов, но и от того, в каких условиях их будут хранить и готовить. Работники прокуратуры и Роспотребнадзора осматривают состояние плит, шкафов, вытяжек и холодильников. При проведении проверок совместно с Роспотребнадзором мы даем оценку процессу организации питания, а также качество безопасности пищевых продуктов. Вся сопроводительная документация на эту продукцию должна храниться в лагере. Соответственно, этому дается оценка, оценивается срок годности, какие продукты применяются. Чтобы не допускать массового скопления людей, детей здесь кормят по отрядам и рассаживают небольшими группами. Организовывать процесс помогают вожатые. Продуманное меню его составили так, чтобы блюда не повторялись. Наше меню сбалансировано и оно выстроено так, что дети в течение дня обязательно получают фрукты, необходимые фрукты, овощи, в том числе и сладости. Еще один важный вопрос – пожарная безопасность. Огонь может прийти как извне, например, из леса или частного сектора, так и возникнуть в самих корпусах. Чтобы всего этого не произошло, лагеря, расположенные в лесной зоне, окапывают по всему периметру. Еще одно обязательное требование – наличие в зданиях огнетушителей, датчиков дыма и так называемой тревожной кнопки. Все сигналы, которые на территорию из корпусов, поступают в главный, где находится охрана, где находится постоянно 24 часа персонал. Туда выходит вся система противопожарной защиты. А действия охраны, они, соответственно, в пожарную часть и сообщают о том, что есть происшествие. Если сработка происходит, они смотрят, куда прошел, с какого корпуса, у них все разбито по шлейфу. Для того, чтобы в случае ЧП покинуть здание, в новом корпусе, помимо основного, предусмотрены два запасных выхода в каждом крыле. Здесь уже несколько раз проводили учебную эвакуацию и отработали порядок действий во время возможного пожара. Выхода, входы, все требуют, соответствуют требованиям пожарной безопасности. То есть проект обязательно, изначально, согласно данному проекту, возводился корпус. С учетом требований пожарной безопасности? С учетом требований пожарной безопасности, конечно. И также сигнализация здесь находится в исправном состоянии, согласно проекту рабочей документации. Показывает директор лагеря и новые комнаты. Они небольшие, но кровати тоже расставлены с соблюдением всех норм. Но, конечно, большую часть времени дети будут проводить не в корпусе, а на свежем воздухе. Поэтому проверяющим важно убедиться в том, что у детей не будет возможности бесконтрольно перемещаться по территории. Как рассказали сотрудники Мечты, за это родители могут не переживать. У нас день организован с подъема до отбоя, согласно, во-первых, режиму дня. В то же время мы проводим не только творческие занятия, мастер-классы и спортивные секции. Помимо этого у нас еще образовательный блок, где дети посещают занятия на команды образования, выявление лидерских способностей, эмоциональный интеллект, снятие каких-то эмоционального напряжения. Это очень важно в адаптационный период лагеря. С территории они не могут выйти, потому что территория у нас охраняемая, все под камерами. Во-первых, у нас охрана здесь. Во-вторых, вожатые следят, как вы сами заметили, буквально каждую минуту. Они находятся с отрядом, они его не оставляют нигде. Даже если они идут на какие-то занятия, то вожатые обязательно находятся со своим отрядом. Это уже другой лагерь «Звездочка». Здесь, когда позволят температуру, спортивные занятия будут проходить в том числе и в бассейне. Проверяющие обращают внимание на состояние объекта после зимы. Покрытие должно быть целым, без повреждений. Такие же требования к настилу и ступенькам. Само же плавание, по словам директора, будет проходить под присмотром целого штата сотрудников. А уровень воды в целях безопасности не поднимут выше 90 сантиметров. Маленькая глубина, ну конечно. Конечно маленькая. Но я понимаю, что в стакане воды можно утонуть. Прекрасно. Но вода чистая, прозрачная. Все нормально. А сколько раз меняете воду? У нас фильтруется она. Мы ее практически не меняем. В зависимости от погодных условий. Если идут дожди, естественно, вода начинает зацветать. Тогда мы меняем. А так у нас, пожалуйста, фильтры стоят. Перед началом смены в лагере также привели в порядок лавочки, игровое оборудование, зеленые насаждения. Вырубать полностью деревья не пришлось. Но все старые ветки спилили. Мы обследуем старые деревья. Мы их убираем, если они опасность представляют. В этом году прошла большая обрезка деревьев. Мы стараемся, чтобы никакой опасности для детей, для сотрудников не было на территории. Во время проверки работники прокуратуры заглянули в один из самых важных корпусов – медицинский пункт. Посмотрели, как обустроены кабинеты, узнали, есть ли в наличии все необходимые препараты. Здесь самое необходимое, что, допустим, укус насекомого мы даем антигистамина, диазолин, супрастин, успокоительная глицин. Самое необходимое, что все, что необходимо, у нас полностью медкабинет укомплектован. Вы оказываете первую медицинскую помощь? Мы оказываем первую медицинскую помощь. В случае необходимости мы вызываем скорую помощь. И также есть законные представители, сообщаем родителям. В основном все недочеты, если они и были, руководители уже устранили. Примерно за неделю, до начала первой смены, все лагеря получили свой главный документ – санитарно-эпидемиологическое заключение. Но это не означает, что волна проверок завершилась. С плановыми и, если понадобятся внеплановыми визитами, представители надзорных органов будут наведываться в лагеря на протяжении всего лета. В следующих программах вас вновь ждут громкие судебные разбирательства, актуальные проблемы жителей, эксклюзивное интервью и невыдомная история. А на сегодня у нас все. Мы желаем вам только законных интересов.